Всем моим зрителям огромный привет! В этом видео я хочу вам наглядно показать, как ввести домашний бюджет. Ну не прям как всем надо ввести, срочно забросить свои схемы и пользоваться моей. Конечно нет, просто о моем методе организации финансового пространства в семье. Итак, для того, чтобы успешно структурировать все финансовые потоки, у меня есть несколько инструментов. Самый первый инструмент, которому я достаточно долго шла и пробовала разные методы, это фиксирование расходов. Зачем это нужно? На первый взгляд может показаться, что это полная глупость и нормальным людям это не нужно. Но если вы ощущаете, что у вас непонятно, куда деваются деньги, если вы в принципе не знаете, на что они уходят, если вы в голове, прикинув ваши все расходы, что вы там столько-то туда-туда-туда потратили, вы все это складываете и у вас не получается стоимость реально потраченная, которую вы в общем-то спустили, получив зарплату, то это ваш метод. Самое время начать фиксировать ваши расходы. Зачем это нужно? Во-первых, вам удастся тогда увидеть, на что реально уходят деньги. Потому что очень часто бывает, что кажется, вы владеете ситуацией. Но когда дело доходит до документизации, до фиксирования сумм где-то на бумаге, либо в электронных таблицах, вы понимаете, что у вас просто огромные деньги могут утекать в каком-нибудь дыру, дырищу, дыреху или еще что-нибудь похожее. И смысл в том, что маленькие, как казалось бы, расходики, такие мимолетные, которые, ну так как пушинка, знаете, когда их натикает целая куча, получится мешок пуха, в итоге огромная тяжеленная гиря, которая висит на вас и сосет деньги. И вот как раз таки, когда вы фиксируете расходы, вы можете уловить ту самую брешь, через которую утекают миллионы, скажем так. Так, что еще надо, для чего? Если вы будете фиксировать расходы, вы узнаете, в какой области их можно оптимизировать. То есть вы увидите, что реально есть такие статьи расходов, которые абсолютно безболительно можно сократить и, соответственно, денежки перевести в какое-то более нужное русло. Зачем это надо? Если вам кажется, что у вас уже все распределено, дальше некуда, или, допустим, что это вообще не для вас, потому что у вас скромные доходы или еще что-нибудь, то вот, если почитать, даже отложенные 50 рублей в день, ну, конечно, это не очень маленькая сумма, да, но и небольшая, для кого-то это пачка сигарет в день, например. За год всего лишь 50 рублей в день дают уже больше 18 тысяч рублей или такую бюджетную поездку за границу, например. То есть если вы никогда не были за границей, но каждый день покупаете себе сигареты, либо булочку и так далее, то можно как очередной пунктик, да, об этом задуматься и понять, что если чуть-чуть, буквально 50 рублей в день, не такая уж сумма, и можно найти, откуда ее отжать, например, если вы на работе обедаете, там, не приносной еду, а ходите в каком-нибудь кафешку, да, можно там попробовать через это, то есть что-то брать с собой, ну и так далее. То есть вы, когда начнете записывать, вы реально увидите, куда утекают деньги, где можно чуть-чуть подрезать доходы и побольше копить, чтобы достичь каких-то своих целей. Даже вот такие мизерные вроде бы деньги, как те же 50 рублей на выходе, дают за какой-то более-менее весомый период неплохую сумму, которую уже можно вложить в такую, не знаю, ощутимую вещичку какую-то, в поездку, в покупку достаточно крупной техники, не знаю, либо отложить на вашу мечту и так далее. То есть это уже реальная сумма, которой можно оперировать, а не просто пшик-пшик-пшик, и вы сидите с общипанным задом. Итак, первое, о чем я сказала, это записывание расходов. Есть всякие программки, у многих, у кого есть там айфон, она встроена, то есть можно как-то скачать и там вы будете писать, куда у вас что делось по статьям и, собственно, она все будет подсчитывать. Есть бесплатные программы в интернете, я, честно говоря, долго ввела в Excel табличку, но потом, в принципе, поняла, что достаточно взять вот такой блокнотик, тем более я люблю писанину, люблю писать, и меня это устраивает. И разделить на затраты. Например, у меня выглядит вот так, не постараюсь даже вам показать. Так, сейчас, вот смотрите. Оп-оп-оп, сейчас, чтобы пальцы не закрывались, смотрите, как у меня ленющие пальцы. В общем, ладно, вот так вот. То есть, вот, например, да, у меня тут что? Еда, такси, что там еще? Быт, проезд. Я все-все-все суммы записывала. Ну, конечно, коряленько. Как могу там поездку в гости, например, сейчас тоже вам покажу. Вот, например, да, отдых, там еще что-то. Все-все-все записывала за месяц, просто разделила изначально, в начале месяца, допустим, несколько срок отдых, там еда. И когда у меня появлялась какая-нибудь статья затрат, ну, куда-то я потратила денежки, я просто сюда это все записывала по суммам, вот ниже, 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 ниже. В конце месяца подводила итог. И у меня получалось, сколько, допустим, я потратила за месяц. Ну, вот, допустим, вот здесь вот, да, что у меня там? Ну, в общем, все поняли. Вот. Что это помогло? Во-первых, когда уже ведешь несколько месяцев бюджет, то становится понятно, какая средняя сумма уходит на еду, например, там, на другие какие-то статьи. И если в очередной месяц, да, подскочили денежки, сразу понятно, что натрячено много лишнего. Плюс, если ты знаешь, что вот в этом месяце была какая-то минимальная планка, то становится понятным, что, в принципе, при необходимости можно снизить свои расходы так, чтобы ее придерживаться, ну, если не постоянно, то регулярно. Во всяком случае, пока вы на что-то активно копите. Вот. Так что я, во-первых, для структуризации бюджета пропагандирую всячески, чтобы все расходы записывать, фиксировать и подводить итоги. Вот. И после того, как вы несколько месяцев подведете, вам, очевидно, станет, где можно что-то улучшить, где вы расслабляетесь, где у вас чересчур много уходит. И, поверьте, могут быть самые неожиданные открытия. Если вы раньше этого не делали, то обязательно обнаружите, что какая-то ерунда обязательно сусет, высасывает из вас кучу денег, в общем, которые можно с гораздо большей пользой для себя использовать. Так, второе. Как я вот записала, да, то есть, честно говоря, я уже лет стою, ну, не, не лицо, уже месяца 4 я не веду расходы, потому что я уже знаю, в какую сумму мы можем уложиться так, чтобы не сидеть на хлебе и воде, но чтобы были какие-то денежки, которые можно было бы отложить на наши там какие-то хотелки. Вот, после того, как я это сделала, я стала организовывать конвертики. Зачем они нужны? А зачем они нужны? Зачем они нужны? В общем, они нужны, потому что периодически бывает, если все деньги, допустим, у нас там есть какой-то бюджет, да, который мы определили на месяц, если их все сложить в одно место и считать, что это у нас от зарплаты до зарплаты, это сумма, то в итоге получается так, что большая часть этих денег, в общем, быстро расходится на что угодно, может быть, отдых, там еще что-то пошли, там, отделись, обулись, или просто поехали отдохнули, просто что-то расстратили, то не остается в итоге к концу месяца на самое необходимое. В частности, бывает, что месяц заканчивается, в общем-то, а кушать-то и мало чего осталось. Поэтому я пришла к уведу, что нужно обязательно, да, в нашем случае отложить такие резервные суммы на необходимые вещи. В частности, обязательной статьей расхода является коммунальные платежи, куда после получения зарплаты сразу отходят денежки, да, в нужной сумме. И вторая очень обязательная статья – это еда. То есть я сделала вот такие конверты, сейчас вам покажу, сколько у меня их раз, два, три и четыре. В общем, разделила месяц, грубо говоря, на четыре конверта. Вот, видите, еда там с такого, это с 14 числа по какой-то, мне не видно, там все наоборот показывается. Дальше еще плюс неделя, вот, ну и прочее. То есть еще следующие конверты тоже содержат в себе дальше, дальше и дальше. Вот, надеюсь, видно, да, что вот на каждую неделю я разделила. Почему это удобно? Сразу, когда у нас есть денежки, и их вроде как немало, да, такая кучка нормальная, сразу можно разделить по обязательным конвертикам нужную сумму, которую я уже на основе анализа своих расходов вычла, что мы, допустим, на питание месяц тратим столько-то. Соответственно, если разделить на четыре конвертика, на четыре кучки, получится некая сумма. Ну, в частности, у нас там, допустим, две с лишним тысячи уходят на неделю на еду. И, соответственно, я их разделяю по конвертам, и все остальные деньги откладываю, ну, например, вот в такую, где у нас все остальное. Что тут там? Развлечения, проезд, еще был вот такой конверт. Вот такой вот, здесь на котов и на быт. То есть это коты, это наши кошки, там, например, им на еду, сколько мы тратим на корм. И на быт, это там всякие порошочки. Все правда. В общем, порошки, всякие моющие средства и прочее. Там все, что такое салфетки нужны. Вот, почему это удобно? Во-первых, когда есть на еду отложенная, мы знаем, что мы за месяц не помрем с голоду, не превратимся в скелетиков, это очень воодушевляется. Соответственно, те деньги, которые остаются, особенно если они мелкими купюрами, их реально много, кажется, вам сколько один жить, и, кажется, вот трать-трать, они не закончатся. Но на самом деле, заканчиваются они быстро. И когда на основные вещи уже отложено, да, ну, питание, то можно уже более свободно тратить то, что остается, да, что я вот сюда, допустим, отложила. Тут еще, кстати, что-то лежит. На просвете не видно, но, в общем, лежит тут денежка. Вот. Соответственно, то, что остается, вот такие статьи, можно уже взять и позволить себе, там, сходить в киношку, там, ну, в общем, такие мелкие житейские радости. Вот. Ну, в общем-то, на котов тоже отдельно, потому что обидно, когда у них еда заканчивается в самый непроходящий момент. Но в последнее время, честно говоря, вот этот конверт я не заполняла, потому что мы, когда едем в Ашам, например, после получения зарплаты, покупаем еду глобально, покупаем корм кошкам и затариваемся все, что нам нужно, там, в общем-то, разносим это по полкам, поэтому как-то не особо получается котов отделить. И смысла в этом нет. Но самое главное, что я поняла, это то, чтобы не голодать, да, и отложить еду, вот, в конверте. Соответственно, даже если все деньги остальные, вот, расфуфырятся, разведутся куда-то, то всегда останется, чтобы покушать. И нормальная сумма, так, чтобы, как бы, ну, покупать, там, не знаю, картошку, курицу, в общем, не приходится, там, образовывающие продукты есть. Вот, отсюда, мы знаем, неделя кончится, на следующую неделю деньги есть. Вот, это очень реально спасает. Да, ну, как бы, на остаток можно чуть-чуть расслабиться. Совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, еще что мы делаем, а-а-а, вот, я поймала. В общем, у нас вот такие конвертики есть. Ну, думаю, они у всех есть, их на самом деле больше. И мы сюда откладываем, например, там, на учебу, на накопление, на путешествия, там, еще на что-то, праздники. В общем, когда у нас есть какие-то задумки, куда мы хотим отложить денежки, мы их раскладываем по конвертикам, и они у нас лежат. Вот, тоже это удобно, потому что такой праздничный вариант. Приятно, когда конвертик начинает пухнуть и превращается в такого пухленького толстячка. И, честно скажу, в последнее время я тоже прихожу к выводу, что это, в общем-то, необязательная часть, потому что деньги лучше вкормить в банке, хотела сказать, хранить в банке, потому что в банке начисляются хоть какие-нибудь, да, проценты. Соответственно, если вы все держите дома, то как-то это бесполезно, и они обесцениваются. Если у вас есть обязательные статьи, например, вот учеба, да, там еще что-то, и вы знаете, что вам по-любому надо заплатить за эту статью затрат, то, в общем-то, смысла с остальными статьями разделять нет, потому что если на учебу не хватит денег, то по-любому придется взять их откуда-то из других каких-то накоплений, желаний всяких город с деньгами отложенных. Поэтому по большому счету разделять их на разные вообще, ну, нет резона, потому что и так, и так ее придется пополнять. И в последнее время я прихожу к поводу, что все накопления, все, что не вошло вот сюда, да, можно спокойненько откладывать в одну кучку. Это так называемый НЗ, то есть то, что не тратится на повседневные нужды, на обычные, там, не знаю, шоппинги, там, причесоны или там еще что-нибудь такое, это у нас лежит и ждет каких-то особых событий, на которые было отложено. И если появляются необходимейшие поводы потратить деньги, тогда мы уже туда залазим и достаем нужную сумму. Но, собственно, если разложить по кучкам, эта сумма понадобится, то так и так, да, она будет взята. Поэтому, в общем-то, можно все хранить в одном месте, там, в банке, на счете и просто по мере необходимости, естественно, позаботиться о том, чтобы счет разрешал изъятие без потери процентов. Сейчас есть куча карт всяких доходных, в которых можно в любой момент деньги положить или изъять, там, те же дебетовые карты Тинькофф и, не знаю, вклады есть, там, в хом-кредите, например, где тоже можно деньги положить. И в любой момент изъять, вы не потеряете проценты. Из-за этого, вот, вам сколько они лежали, столько процентов на них и начислят. Это очень удобно. То есть использовать вот в качестве такого, такой домашней копилки. Вот, поэтому пока я пользуюсь вот этим всем, и мне кажется, так по чуть-чуть получается налаживать именно организацию семейного бюджета. Мы уже знаем, что, на сколько, куда уходит. И, в общем-то, получается более-менее соблюдать равновесие между текущими потребностями, так, чтобы уж не сильно себя в чем-то ограничивать. И тем, чтобы стремиться к большему, на что-то там копить. И, в общем-то, получать удовольствие, когда ты там просматриваешь свои счета и знаешь, что у тебя уже там сколько-то накопилось. Вообще, конечно, это гораздо приятнее, чем купить какую-то фигню и через 5 минут про нее забыть. Вот такое мое видео. Надеюсь, вам было интересно, либо в чем-то поможет. В общем, обязательно оставляйте комментарии. Спасибо всем за просмотр. Целую. И пока.